За последние пару дней ради интереса пришлось пересмотреть несколько звонких пабликов противника в ретроспективе и обнаружил, что их объединяет нечто общее, а именно изменение тональности. Тональность явно имеет выраженную тенденцию к росту пессимистических постов. Скажем так, в самом начале этой летней кампании методичка, по которой они работали, говорила о том, что они уверены в своих силах и в умении держать глухую оборону. Такая уверенность была основана на том, что ВСУ еще не показывали наступательных операций такого масштаба, который мог бы привести к деоккупации всей территории Украины. С другой стороны, часть их вражеских деятелей справедливо замечали, что и их армия не имеет свежего опыта масштабных оборонительных боев, но техническая подготовка оборонительных рубежей, насыщенность ее техникой, пусть и не новой, а также бездонный мобилизационный ресурс, вселял уверенность в том, что с этим у них проблем не будет. Ну а дальше приводились цитаты по военному искусству, что боевые действия идут в режиме маятника, и когда наступление одной стороны выдыхается, это является лучшим моментом для начала контрнаступления. Из этого делается крайне оптимистический прогноз о том, что за месяц, максимум два месяца, ВСУ выдохнутся, и у них останется время до осенней распутицы, чтобы начать свое контрнаступление. В общем, так все выглядело изначально, и особых проблем никто в этом не видел, хотя и были допущения, что может возникнуть какой-то жесткий сценарий. Но в любом случае, у них не было сомнений в том, что система обороны на юге выдержит без проблем. Но вот, несколько недель подряд, этот оптимизм не просто уменьшился, но все чаще проскальзывают панические нотки, вызванные тем, что сейчас происходит на фронте. Они были уверены, что даже с учетом потери огромного количества техники, вооружений, боеприпасов и амуниции на севере Украины, а потом и на Изюмском направлении, они все же там не становились в глухую оборону и не демонстрировали ее в полную силу. А вот сейчас они сами накачали свое информационное пространство утверждениями о том, что вот сейчас они пустили в ход всю свою мощь. Включая то, что стоит на суше и не только на юге оккупированной части Украины, а по всей линии фронта. Плюс к тому, силы их авиации, ракетных войск, флота и всего, что есть в их распоряжении. Причем тут важно то, что сейчас им не приходится опровергать что-то, исходящее от нас. А они попали в удавку собственных утверждений, что именно сейчас они запустили всю свою военную машину на полную мощность. Здесь важно то, что оккупант сам уже многократно делал акцент на том, что теперь вот когда они бежали с севера Украины, это был акт доброй воли. Когда бежали от Изюма, перегруппировались. Но как бы они это ни называли, коннотация там была четкая и безусловная. Мы не оборонялись, а вот теперь мы всею мощью покажем, как это выглядит на самом деле. Причем, в отличие от штурма Бахмута вагнеровцами, сейчас они делают это силами регулярной армии. Плюс к тому, как только они были вынуждены отступить от Изюма, а потом и Херсона, там поднялся вой такого плана, что мол, мы не воюем в полную мощь, а для этого нужна мобилизация. На человеческом языке это означает, что они объяснили своей публике простую доходчивую формулу. У нас все есть, но не хватает личного состава. И как только начнется мобилизация, последняя проблема будет решена. И мобилизация пошла. Скоро ей будет уже год. За это время было отмобилизировано разными каналами более полумиллиона туловищ. Причем, об этом известно всему населению помойки, потому что практически все имеют родных и близких, кто попал под мобилизацию, да еще и все города у них обклеены мобилизационными рекламными баннерами. И поэтому взять и рассказать о том, что им не хватает именно личного состава, для того, чтобы показать результаты, отличные от того, что было раньше, уже не получается. Уж слишком публичным был подход к мобилизации, а тем более к началу и прохождению. Вся пресса у них была завалена статьями, сколько людей выехало от мобилизации. Миллион сбежавших от мобилизации тоже имеют родных и близких, оставшихся дома, и поэтому знающих о масштабах этого явления. Таким образом, последний козырь был брошен на стол, и теперь больше просто нечего придумать для оправдания того, что же на этот раз мешает настоящему танцору. Правда, в последнее время появились деятели, которые вещают о том, что нужна всеобщая мобилизация, а не вот это вот все. Но такой аргумент уже утратил убедительную силу. Публике не сильно заходит разница между режимом текущей мобилизации и всеобщей. Более того, мне не довелось увидеть ни одного комментария рашистов, где было бы написано то, что невозможно сделать в ходе той мобилизации, которая длится уже год. Никакого аргумента качественного порядка никто придумать не может, а в плане количества чмобиков нынешний ход мобилизации может набрать просто любое количество личного состава. Мы же помним, как изначально речь шла о том, что ограниченная мобилизация подразумевает определенный отрезок времени, когда она может идти, и количество личного состава, четверть миллиона, необходимые для выполнения ее целей. Проще говоря, термин «ограниченная», примененный к мобилизации, как раз и имел две этих составляющих. Но, как потом рассказал товарищ Песков, указ Путина о мобилизации продолжает действовать, и для того, чтобы ее прекратить, должен быть дополнительный указ. А раз его не было, то действует документ, который ее запустил. А это значит, что этот ограничитель не работает. Что касается количества мобилизованных, то 250 тысяч плавно переросли в 350, а последнее, что промелькнуло в сети, 450 тысяч. А по слухам, за неполный год мобилизовано уже свыше полумиллиона голов, то есть в два раза больше изначально заявленного количества. Это значит, что и второй ограничитель не работает, а из этого следует простой вывод, что это не частичная или ограниченная мобилизация, а произвольная как по времени, так и по численности, что мало чем отличается от всеобщей мобилизации. Что характерно, о всеобщей мобилизации рассказывают как-то вяло и неубедительно, причем единицы, потому что сами-то понимают, что вообще происходит. А на самом деле в топку войны бросаются практически все людские и материальные ресурсы. Даже в их собственной прессе говорят о том, что все более острым становится дефицит рабочих рук, причем в критических секторах экономики, в промышленном производстве и в сферах деятельности, связанных с электроникой, программированием и другими требующими интеллектуального уровня и специальных знаний. Произошло так, что первых погнали на убой, а вторые, понимая, что происходит и примерно представляя, куда все это идет, уже выехали из Москвы куда-нибудь подальше. Тем более, что собственные знания дают им возможность иметь заработок где угодно по всему миру, а поэтому их не пугает опасность остаться без средств существования и языка где-то на чужбине. И при этом первая волна беглецов от мобилизации к Кремлем никак не останавливалась, потому что с ней по миру были разосланы сотни и тысячи нелегалов, работающих под крышами спецслужб. Лояльность принимающих стран, причисляющих всех их к беженцам от мобилизации, дает просто фантастические возможности для массовой рассылки агентуры. Но потом в Кремле забили тревогу такого плана, что агентуру уже разослали. А народ бежит и дальше уже без полезной функции создания прикрытия для нужных специалистов. В ответ на это начали внедряться различные ограничения на выезд, а кроме того начали формироваться прецеденты привлечения к ответственности за уклонение от мобилизации тех, кто находится за рубежом Московии. И вот последняя мера этого плана, согласно их прессе, выглядит следующим образом. Отказавшиеся от гражданства России лица продолжат оставаться россиянами, если МВД найдет нарушение в процедуре отказа от российского паспорта. Для этого ведомство разработало два приказа об организации работы по проведению проверок, наличия или отсутствия гражданства РФ, а также об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ или о его прекращении. Проверки будут проводиться либо по заявлению лица, желающего узнать, есть или нет у него гражданство РФ, либо по инициативе МВД или МИД. Во втором случае процедура может быть запущена, если в органы поступит информация о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства. Проверка займет не более двух месяцев. Основания для проведения проверок четко не прописаны и могут трактоваться достаточно широко. Тем самым устанавливаются основания блокировать процедуры выхода из гражданства тем лицам, которые хотят скинуть со своей холки любые основания для того, чтобы оказаться мобилизованным. Это говорит о многом и в частности о том, что с качественным мобилизационным ресурсом там не все так замечательно, как они то пытаются представить. Этого не знаем мы, а все те, кто завязан на вражеской военной пропаганде, понимают это все ясно и четко. Мало того, что мобилизация не дала быстрых и ощутимых результатов, так еще оказалось, что у нее имеются естественные ограничения даже количественного плана. Не зря же начали вытаскивать зэков из колоний. А все это вместе говорит о том, что проблемы были и остаются совсем не в мобилизации. Но речь идет и о мобилизации экономики. Мы помним о том, что в прошлом году там натужно выли, о том, что промышленность недостаточно работает на армию. И потому, теперь же, по самым скромным подсчетам, более 30, а по другим более реальным данным, свыше 40% экономики Московии уже переброшено на военные рельсы. И только с этой точки зрения можно говорить о том, что экономика уже работает в режиме военного времени. И если такое положение вещей оставить как есть или усиливать перекос в сторону военной нагрузки, то начнутся проблемы в других частях экономики, и население это начнет ощущать на своей шкуре. И, между прочим, нечто подобное, пусть и легкими мазками, проступает уже прямо сейчас. И в Раша прессе все чаще мелькают вот такие сообщения. Каждый четвертый работающий россиянин перестал платить по кредитам. Россияне массово перестают платить по кредитам на фоне падения платежеспособности и роста расходов на товары первой необходимости. Или такое. Бензин начал исчезать с автозаправок в российских регионах, а в аграрных субъектах возник дефицит дизельного топлива, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии, возникли из-за нарушения срока доставки грузов по железным дорогам. Или вот такое сообщение. Российские производители хлеба готовятся резко повысить цены на свою продукцию осенью. По их словам, хлеб может подорожать на 10% из-за санкций, обвала рубля и, среди прочего, выхода России из зерновой сделки. Хлеб может пополнить перечень товаров, по которым тоже ударил инфляционный всплеск. Из-за девальвации рубля на 15-20% готовятся поднять цены автодилеры. О повышении цен на 10-20% предупредили ритейлеров, производители соков и газировки. На такую же величину станет дороже бытовая техника и электроника. Эти и не только эти события как раз и происходят из-за войны, развязанной Путиным против Украины и деформации экономики как прямо с переводом ее на военные рельсы, так и косвенно через санкции, деградацию рынка труда и т.д. Опять же, в сфере экономики Федерации из шкуры вон вылазит для того, чтобы обеспечить свою способность ведения боевых действий. А это значит вот что. Противник вышел на пределы своих возможностей и если где-то, что-то ему и удастся дожать, то это будет уже мизер. А все это вместе взятое указывает на демонстрацию практически максимальных своих возможностей в обороне. В свою очередь, ВСУ сейчас действительно ломают хребет армии, которая до начала широкомасштабного вторжения считалась второй по мощности в мире. Причем они ломают этот хребет фундаментально и в тот момент, когда противник бросил в бой все свои ресурсы – военные, людские, экономические. Сейчас сложилась такая ситуация, что он и рад бы бросить в топку войны что-то существенное, но он уже все это сделал, поставил раком экономику, объявил мобилизацию и использует все, даже экспериментальное вооружение. И вот, в отличие от компании на севере Украины или под Изюмом, сейчас ломается уже не один или два прутика этой связки, а вся машина целиком. И вот на такое способны оказались только и исключительно наши военные. Просто каждый раз, когда кто-то говорит о медленном продвижении наших войск, вспомните то, что здесь сказано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok